ну что всем здравствуйте о ну вот у нас уже нормальное количество спасибо вот а значит давайте еще немножко поговорим да чуть-чуть потому что ну я понимаю за день накопилось много тем интересных картон смотрите нужно ли какое-то пояснение относительно домашних заданий решений или там все пока что просто у нескольких людей возникли проблемы с задачи под названием точки в круге потому что там один из тестов очень близок к максимальной глубине рекурсивной влажности там 900 точек вот посмотрите аккуратно значит 900 точек это нормально до 900 рекурсивных вызов это нормально 900 проверок вот посмотрите пожалуйста если у кого были такие проблемы может быть у вас там двойной вызов рекурсивный или еще чего то не должно быть не должно быть больше 900 во всех остальных случаях это просто превращение рекурсию в цикл видите тут даже все вот что касается числа полиндрома может быть не всем понятно что это делать потому что обычно люди превращают в строку и обратно но в общем я решал так я просто брал остаток отделения все остальное делил на 10 остаток к зеленой здесь делил на 10 получалось там единичка потому ты вот этот одомножал на 10 снова брал остаток отделения потом до нажала на 10 снова брал статок отделение таким образом членом на про переворачивались там я сравнивал два результат есть они равны числа было полиндрома как-то так я это взял ну то есть для того чтобы перевернуть число совершенно превращать его в строку можно делить на 10 смысле брать остаток от деления на 10 добавляйте предыдущему умножать все надеюсь вот что касается сократить дробь это просто надо было реализовать алгоритм наибольший общий делитель вы делите числитель знаменательно наибольший общий делитель дальше тут чуть-чуть небольшое усложнение вам нужно вам нужно выделить целую часть вот и еще одно небольшое усложнение связанные с тем что на и джаджа стоит 3 5 питон который не поддерживает форматированных строк вот то что мы разбирали на лекции и у вас есть три разных опции как это решить я всем написал сообщение в и джадж можете почитать там можно воспользоваться просто прямым преобразованием строку можно воспользоваться методом формат можно воспользоваться свойством функции print которая может вместо разделителей пробелов делать разделители пустые строки это это и другое третье вполне подойдет вот так что так что имейте в виду остальные задачки ну то есть оставшаяся одна задачка совсем простая вот так что давайте переходим к сегодняшней лекции вот я обещал на лекции рассказать одну одну важную вещь про наши логины значит смотрите для того чтобы нормально пройти экзамен вы должны в ваши учетные данные вписать им фамилию отчество ну или как или как как минимум фамилию и номер группы если вы из факультета из какой-то группы если нет ну какие-то другие динфикационные данные чтобы было понятно кто вообще кто кому чего расставлять вот поэтому вот тут есть такая ссылочка я ее долго искал прямой ссылки в в и джаджа нету и вообще в документации нету я помню что она есть и поэтому в конце концов нашел вот если пройти по этой ссылочке вы пойдете ровно в то самое место где можно войти редактировать регистрационные данные вот я например могу мне окажется есть вот такой пользователь черт тут хттпс должен быть елки вот ух если я помнил свой пароль он какой-то страшный короче вы должны вспомнить свой пароль вот я не помню свой пароль ну ладно значит не буду вам это демонстрировать чтобы не тормозить это и мой пароль пароль пользователя джордж который который специально завел для того чтобы работать вот короче говоря здесь выводите пароль вы попадаете на маленькую страничку где вы можете модифицировать вот это поле который называется name в это поле name надо вставить имя фамилию и номер группы вот будьте добры все это сделайте если будут какие-то проблемы спрашивать хорошо ну вот в общем мы намучились с рекурсии и пришли к выводу что питом это не тот язык программирования где рекурсию можно где цикл можно заменить рекурсии и получать от этого удовольствие но по крайней мере в полной мере нельзя все-таки все-таки некоторые извращенно удовольствие конечно реализовав наконец рекурсивно замещение цикла рекурсии мы получаем но это скорее ну такое удовольствие от удачно выполнено упражнение вот на самом деле конечно на самом деле конечно это не тот язык где эти курсы заменяется на заменяется на вере цикл змея снег вот поэтому в питоне разумеется есть операторы цикла целых два один из них самый простой это цикл вайл и выглядит он как совершенно просто вот мы например можем написать такую программу типа и равняется нулю вайл за здесь условия и меньше допустим 10 здесь у нас какой-нибудь вывод но скажем print и а здесь у нас какое-нибудь изменение и плюс равно 1 вот вам весь цикл значит обратите внимание на две вещи первое на 3 даже первое мы реализовали то что у нас на прошлой лекции называлась примитивной рекурсии то есть цикл со счетчиком с помощью арифметических операций мы заранее можем предсказать сколько раз этот цикл обернется у нас значит а именно 10 второе как уже было сказано для реализации цикла необходимо в любом цикле есть четыре секции вот если вас учили программируйте говорили что в цикле вайл вообще в цикле секции 2 это условие тела то вас обманули на самом деле секции 4 эти секции мы хорошо посмотрели в прошлый раз когда говорили про рекурсию эти секции абсолютно наглядно здесь это инициализация то есть присваивание начальных значений тем данным которые будете проверять дальше проверка свойств данных дальше какое-то тело собственно что нам ваш цикл должен делать и дальше изменение вот этих свойств данных которые вы потом будете проверять 4 значит инициализация проверка телоизменения назовите меня язык программирования в котором конструкция циклическая содержит все четыре элемента явно да например сей цикл for там ровно 4 элемента это вот ровно она или или там си плюс плюс джава си шарп вот все что си подобное в этом смысле вот и третье что я хотел сказать что на самом деле рекурсия эта штука гораздо более гибкая чем цикл понятное дело за счет вот того что при каждом рекурсивном вызове создается собственное пространство имен которым мы можем воспользоваться помните мы на прошлой лекции переставили некоторые операцию кажется операцию вывода из места до рекурсивного места вызова вместо после курсивного вызова у нас цикл как бы перевернулся поскольку мы начали выполнение с последней операции закончили 1 вот ну и вообще поскольку у нас идет манипуляция пространствами имен при рекурсивном вызове рекурсия это более гибкий инструмент который может всякое а цикл может только одно вот а именно циклически повторять вот эти действия вот эти вот до тех пор пока вот это условие верно разумеется никаких пространствами пространство имен собственных не создается кстати сказать да вот помните там в каком-нибудь том же сиси плюс плюс 7 переджай вы можете написать локальную переменную внутри цикла for например но нет в питоне таких вещей нету у нас есть namespace он создается при вызове функции и создается при входе в модуль больше ничего а вот а нет ну еще там например объекты являются хранилищем namespace на друга ну вот значит вот цикл цикл вайл ничего в нем абсолютно ничего волшебного нету совершенно он работает так как мы думаем что он работает это что касается примитивной рекурсии теперь давайте попробуем подумать о том как выглядит ну общую кость то есть как выглядит цикл в котором мы заранее не можем предсказать когда он закончится но самый простой пример это чтобы этот цикл проверял вот вот мы что-то вводим он проверяет если это не то мы сапину и так дальше что-нибудь типа такого а равняется int ну или просто input да лучше написать программу наверное да потому что так будет непонятно давайте напишем программ давайте напишем программу вот где она тот файл сейчас мы только кошечки сделаем правильного размера вот значит а равняется input это у нас будет инициализация цикла дальше вайл а не пустое стало быть это будет проверка условия здесь что-то такое типа print ну не знаю там запятая а это это а если кто не понял нет а я сказал вот и дальше и дальше собственные изменения равняется им обратите внимание что в конструкции цикла вайл даже несмотря на то что вот этот input и этот input это одни примерно одинаковые операции в конструкции цикла вайл нам приходится разделять первоначальную инициализацию и ввод то есть можно немножко подумать о том нельзя ли сделать цикл с пост условием то есть сначала там в правильную вот сначала ввести вывести а потом проверить вот такой пеп был человек не смог объяснить гвида как в терминах indented блок будет выглядеть пост условия который идет после indented блока вот разумно и вид сказал все это выглядит как-то странно если ваша если вы хотите сэкономить одну строчку вот здесь ну хорошо ну напишите функцию который будет делать это все и тогда у вас будет как бы с пост условием цикл но 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 в конструкцию языковую вставлять мы не пусть поэтому в питоне нету цикла с пост условием только цикл спирт с предусловим и поэтому у нас даже цикл по воду выглядит вот так между прочим это не совсем плохо да это не совсем плохо потому что первый вот вот этот это инициализация а второй вот это изменение то есть точки зрения канонической схемы цикла мы сделали все хорошо ну вот давайте запустим и мы мы получим цикл который выполняется неизвестно сколько раз вот я сейчас нажиму пустую строчку вот он закончился вот понятное дело что ну пользователь в конце концов надоест он ведет пустую строчку да если этот цикл по воду но в принципе мы не можем предсказать сколько оборотов сделать этот цикл с точки зрения обычного цикла обычного программирования без разницы даже непонятно почему я на этом заостряю внимание вот точки зрения вычислительный анализ вычислить алгоритм разница очень большая ну что вот там мы можем посчитать количество оборотов а здесь не может ну наверное ничего такого прям вот сверх удивительного про цикла вам рассказать пока что не могу кроме одной вещи она будет чуть позже давайте отработаем всю программу который которая про цикла обычно бывает ну например про вложенный цикл ученик придумаем вас да что такое про вложенный цикл ну не знаю какую таблицу умножения да там for я for это начало не было и равняется нулю или там и запятая же равняется 0 запятая 0 это у нас инициализация вот вайл и меньше только не нужно единицы зачем на таблицу умножения на 0 правда единицы давайте только еще и n равняется 4 пускай будет коротенькой табличка и меньше 4 вайл же меньше 4 не 4 н конечно и он ну здесь что-нибудь print что там у нас я воспользуюсь этой штукой поскольку у меня здесь нормальный питон от не джач и умножить на же равно и умножить на же вот так и воспользуюсь видите нам подсказывает подсказывает айдл что у функции print есть пара 3 на самом деле три специальных именных параметров может быть больше тут еще что-то именных параметров это разделитель и и конец строки давайте мы в конец строки генд напишем пробел тогда у нас будут вот эти вот этот print будет в весь в строчку а вот здесь вот напишем print бак слэш н в качестве того что строчку про пора переводить значит здесь сделаем изменение же же плюс равно 1 здесь сделаем изменение и и и плюс равно 1 предполагается что мы сейчас выведем таблицу умножения в немножко извращенной форме она будет первая строчку умножение на 1 втором умножить на 23 умножить на 3 так дальше внимание вопрос сколько раз проработает вот этот print ну он у нас равно четырем от единицы да да n минус а дует три раза а вот этот принц сколько раз проработает 9 за счет есть два мнения 9 и 3 вот мне кажется что 3 потому что я написал программу неправильная так что 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 такое я почему нам почему у меня нет я не понимаю все равно не понимаю что не так рассказывайте да но смотрите меня сейчас волнует другое меня волнует что здесь вообще ничего не напечатать с какого оборота цикла на выйдем еще раз да смотрите все хорошо ну а все вот же их три раза все спасибо большое все я понял простите я я не торможу они просто у меня в строчку вывелись а я про это забыл да значит что мы сделали неправильно мы ее внесли не туда куда надо извините да я я это самое слегка стормозил мы ее внесли не туда куда надо инициализация нельзя отрывать от ложного цикла вот она была сверху и это неправильно должна выполняться столько раз сколько раз цикл да совершенно справедливо вот теперь все будет мне кажется как надо ну вот другое дело понятно вот так можно сделать вот красотища вот теперь их 9 вот и теперь это действительно таблица умножения заодно мы проиллюстрировали с помощью некоторой моей тупизны вопрос о том что в цикле всегда 4 еще раз проиллюстрили что в цикле всегда 4 секции и одна из них это инициализация то есть вот это стринг смотрите вот у нас есть обычная строка она на самом деле это это тема следующего занятия вот но чтобы было понятно да она на самом деле обрабатывается питоном например если мы скажем print ой вот так вот принт то мы увидим что вот этот бэкслэш n превращается в перевод строки и на самом деле в этой строке хранится перевод строки то есть когда мы питону задали вот такую строку вот это эта пара символов превратилась в один являющийся переводом строки но мы можем мы можем избежать этой интерпретации поставив модификатор тогда бэкслэш будет являться бэкслэшом а н будет будет являться н и эти бы это строки разные да вот в этой строке 7 символов 8 а в этой 9 в этой в этом месте стоит перевод строки а в это в этом месте стоит 28 бэкслэш и когда же вы говорите вы даете питону форматную строку вот такую да вы всего лишь заставляете интерпретатор питона еще больше интерпретировать эту строку еще сильнее например вот здесь написали там сто пятьсот плюс раз два три и все что находится внутри фигурных скобок питон вынужден сначала вычислить а уже потом поместить в строк вот то есть результат это обычная строка да это всего лишь формат задания другой точно так же как вы можете задать вещественное число вот так а можно написать вот так да ну четыре с половиной . потом сейчас давайте не так даже чтобы было чтобы было не . 45 и 1 вот это тоже вещественное число просто другой формат заданий вот то же самое с форматами строками там еще какую есть нет кажется больше нету модификатор в во втором питоне еще был и не код матифика до я думаю что да я думаю что это опасная штука давайте проверим хороший вопрос годный например вот так да да как всякий его как всякое вычисление выражения находящиеся строки это команда потенциально опасно то есть при решении домашних заданий она незаменима чтобы не городить вот эти цепочки преобразований в продакшене ну сами видите понимаете да что я учитывая что есть функция импорт функция импорт не оператор вы можете творить разнообразные чудеса такими вещами хорошо итак мы убедились что при мы убедились что при выводе у у нас да давайте слушайте поскольку у нас еджаж пока не починен я написал заявление системному администратору но может быть это будет не быстро давайте мы раз уж пошла такая пьянка посмотрим что можно использовать вместо вместо форматных строк вместо форматных строк вы можете использовать метод строковый который называется формат вот единственное его отличие в он он более прост потому что он не умеет делать его то есть вы должны написать что-то типа например что-то типа допустим первые ну давайте так первое выражение второе выражение ну вернее дулевое первое точка формат и дальше там что-нибудь теперь раз два три 4 5 6 или вы можете явно указать номер выражения в котором который вы используете допустим первое нулевое первое вот ну а дальше к этим номерам вы можете прикладывать форматные символы так же как это и я про форматный сильно рассказывал нет нет не рассказывал тогда видимо и не буду потому что наш домашних заданий на это на на эту тему не будет вот но они все короткие давайте под шесть шесть два вот видите он залил их пробелами тогда мы сделаем отдельное занятие когда будем говорить про строки потому что у нас не будет на эту тему за задание сегодня вот но имейте ввиду что если вы них если у вас не получается вот это вы можете всегда сделать вот это единственное что вам можно нужно будет вот эти выражения сначала вычислить вот здесь ну подумаешь все равно это так оно и есть вот значит возвращаемся к возвращаемся к циклам и так вложенные циклы это всего лишь вложенные циклы ничего такого в них особенно нету всем нам здесь имеющимся здесь присутствующим это все понятно ну раз пошел разговор про вложенные циклы давайте поговорим про break continue и хоть чему-нибудь но специфически питоновского в этом найдем давайте мы ну давайте давайте мы нарисуем цикл в котором специально с помощью continue обойдем некоторые значения чтобы 13 не получалось вот мы не любим 13 поэтому напишем так и равняется допустим там пяти вайл и меньше двадцати и плюс равно двум и в только плюс равно двум в другом месте до сначала сначала и в и зачем скобочка и равно 13 continue print и и и значит и плюс равно двум вот значит этот прекрасный цикл используют этот прекрасный цикл ну прекрасно работает где тут вот так не выводит 13 а вы я понял чего хотите вы хотите вот так а то он завис правда он тут висит остановись мгновение ты зависла в окей то есть поскольку поскольку изменение происходило после проверки да ну хорошо тогда вот так вот так работать будет вот как видите вывелись все числа от 7 до 21 включительно потому что у нас теперь сначала сначала увеличение потом тела потом проверка вот но главное что не вывелось число 13 потому что в этом месте был вызван оператор continue этот оператор continue полностью соответствует оператору continue во всех других языках программировать то же самое относится к оператору break давайте мы сейчас реализуем алгоритм который называется поиск первого значит возьмем введем какой-нибудь кортеж и поищем в этом ответим на вопрос если в этом кортеже ну не знаю там отрицательное число значит равняется и вал input здесь мы будем воевал это слово здесь мы будем вводить кортеж вот и значит допустим там напишем что-то типа и мы не можем пока вводить кортеж давайте мы будем не кортеж вводить а число искать и на равняется in input мы еще не говорили про цикл for поэтому тогда вайл н пока не пустое и в н проценты ну скажем четное число или отрицательное и меньше на напишем что это самое было отрицательное число ну и выйдем отсюда а здесь снова n равняется in in at input вот вот вам пожалуйста случае если было отрицательное число это цикл выдаст слово было вот он вводит какие-то числа вводит 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 теперь значит мы говорим он пишет было был бы неплохо написать в этом цикле слова не было если отрицательных чисел не было ну допустим вот мы вписали три четыре пять ой извините три четыре пять и ноль но он ничего не был надо написать здесь не было print но этого недостаточно потому что нам нужно проверить что и что и что и жну понимаете да значит какой обычный способ обычных языках программирования да значит завести какую-нибудь переменную какой-нибудь этот самый что-нибудь вот такой у вас равняется ну там не знаю false вот здесь написать вас равняется true а здесь написать их их not was вот вот теперь все будет работать да это вот такой вот вам вот вам алгоритм поиск первого как как он есть мы проходим по последовательности от начала до конца дошли до конца последовательности не нашли то чего хотели выполнили блок действий связанные с тем что мы не нашли чего хотели вот или дошли до какого-то элемента и нашли и выполнил блок действий связанные с тем что мы нашли чего хотели это очень 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 популярный шаблон то есть сплошь и рядом вы не доходите до конца последовательности если нашли уже в ней что-то Это шаблон настолько популярен, что в питоне введен специальный клауз, который позволяет обойтись без создания внешних объектов, именно в случае, если у вас произошел выход из цикла по клаузе брейк. Вы можете пристроить к циклу любому, например, к циклу while, к клаузу else к циклу, в которой описать ситуацию, что делать, если цикл закончился, потому что условие больше не выполняется. Ну, точно так же, как в if есть клауза else, которая выполняется тогда, когда условие больше не выполняется. А вот если выход из цикла произошел по брейку, клауза else не выполняется. То есть фактически мы можем сделать вот так. Можно спросить, что у меня тогда не было ненапричата, что у нас нет условия выхода из цикла, он будет бесконечно читать, читать, читать. Вот же на экране, нет? Вы вот сюда вот посмотрели и не обнаружили здесь проверки условия. На самом деле это проверка на непустое n. А пустым n у нас является 0. Вот. Ну так вот, смотрите. Вместо того, чтобы заводить какие-то дополнительные флажки, какие-то дополнительные флажки, мы просто пишем вот здесь вот else. Это else к циклу while. И напоминаю, что выполняется оно в том случае, если вот это условие оказалось неверным. Если же выход из цикла произошел по клаузе break, вот эта штука не выполняется. Таким образом, наш алгоритм поиск первого собрался в достаточно красивую схему, что мы вот здесь вот выполняем ту группу действий, которая нужна для того, чтобы отметить, что мы что-то нашли. А вот здесь выполняем ту группу действий, которая нужна для того, чтобы отметить, что мы ничего не нашли, а последовательность уже кончилась. Ну, вернее, данные уже как бы проверять не надо. Вот. И это работает. На самом деле, в очень многих случаях, в очень многих случаях полезная клауза, вот эта самая else к циклу. Прям вот часто ею пользуюсь. Ой, ну конечно. Это был местательник. Вот. Такие вот дела. То есть, как видите, мы обошлись без введения дополнительных объектов и без введения дополнительных проверок. Именно потому, что на самом деле внутри интерпретатора питон знает, мы вышли потому, что условия не выполнены, или мы вышли потому, что break вызвался. Полезная штука. Второй вид циклов в питоне. Где он тут? А, мы перешли на idle. Ну, давайте перейдем на idle. Второй вид циклов в питоне – это цикл, который проходит по последовательности. Мы с вами уже знаем как минимум две последовательности. Это строки и кортежи. Вот. И проход по последовательности выглядит так. For. Имя. In. Последовательность. Ну, скажем, кортеж. И дальше тело цикла, в котором именем n будут связаны поочередно элементы этой самой последовательности. Ну, скажем, принт. Обратите внимание, что это не цикл со счетчиком. Это цикл прохода последовательности. Вот любая последовательность, которая поддерживает протокол итерирования, может быть засунута в правую часть, вот сюда, и, соответственно, по ней можно пройти. Вот. Интересный вопрос, где в этом цикле инициализация, проверка условий и изменения. По всей видимости, инициализация – это, когда мы заходим в цикл, и у нас имя n впервые связывается с нулевым элементом последовательности. Проверка условий – это, что последовательность не закончилась. И мы знаем, что это за условия. Помните, когда мы говорили про функции и генераторы? Если вылезает stop iteration, значит последовательность закончилась. Вот это ровно оно. Сейчас покажу. Вот. Значит, проверка условий – это на самом деле наличие stop iteration от генератора, сконструированное из этой последовательности. Ну, а изменение состоит в том, что мы проходим по этому генератору. Вот. Я бы даже сказал не так, что инициализация – это заведение соответствующего генератора, значит, условия – это stop iteration, а изменение – это проход по генератору. Сейчас покажу. Значит, для начала давайте посмотрим, как это сделано со строками. Я думаю, такая же фигня. Абсолютно такая же элементность. Элементом строки является, знаете, что? Строка. Только единичной длины. Вот. Мы об этом будем говорить отдельно, потому что строки – такие специфические очень объекты в этом смысле. Вот. Давайте мы вспомним материал вот этой лекции про генераторы. Мы создадим генератор какой-нибудь, дев, ну, не знаю, простой генератор, там, не знаю, назовем его простой генератор, simplegen, от n элементов, да, который что должен делать? Который должен, ну, например, i равняется нулю, while i меньше n, что там, yield i, и плюс равно 1. Во! sg от, допустим, 4. Только не g равняется, sg от 4. Ой, только не минус, а равно. Ну, вот мы завели генератор, да, и вот мы по нему ходим. Ну, так вот, for i in sg от 4, print i. В действительности, даже вот то, что стоит в правой части, обязано поддерживать iteration протокол. Мы должны уметь изготавливать из последовательности, которая справа, итератор. Ну, что касается генератора object, то он сам по себе итератор. Что же касается списков или, скажем, строк, или, скажем, кортежей, ну, например, вот строка, да, то у нее должен быть метод, должен быть метод, который называется iter. Вот он. Вот если у вашего объекта есть метод iter, то он может участвовать в правой части цикла for. Мы его туда поставляем, он по нему проходит и выдает вам результат. То есть, если можно сделать итератор из объекта, ну, допустим, смотрите, вот у нас есть вот такая вот картина, где она тут была, вот такая, да. Вот. В действительности это выглядит так. И for c, in, и принт c. Ой, что это было? Собственно, я вот эту операцию проделал совершенно напрасно, потому что на самом деле то, что стоит вправо, превращается в итератор вот ровно таким способом. Таким образом, цикл прохода по последовательности работает так. У нас есть переменные или группы переменных, мы попробуем сегодня до этого добраться, ну, имена, которые стоят в левой части, вот здесь. У нас есть итерируемая последовательность, которая стоит в правой части. Она превращается в настоящий итератор, ровно такой, как мы с вами делали с помощью генератора объекта. По нему запускается проход next. Каждый раз, когда next возвращает очередное значение, это значение связывается вот этим именем. А когда очередной next вызывает stop iteration, цикл for заканчивается. То есть мы это все уже знаем, на самом деле. Цикл for работает ровно так. Вот. Для тех, кому все это немножко так вот еще надо в голове уложить, вы укладывайте, потому что на самом деле вы можете относиться к циклу for как к обычному проходу по последовательности. Вот c равно первый, нулевой элемент, c равно первый элемент, c равно последний элемент. Такие дела. Да, это у нас был проход генерируемых последовательств, в том числе таких, которые мы сами сгенерировали. Вообще говоря, очень хочется иметь генерируемую последовательность, которая генерирует числа от нуля до n, чтобы делать цикл со счетчиком. Вот не такой вот цикл со счетчиком, да, вот не такой, а покороче. Вот. И такой тип данных в питоне есть, он называется range. И цикл со счетчиком, классический цикл со счетчиком в питоне выглядит так. For n in range, ну скажем, от того же 5. Print n. Как ни трудно догадаться, range от 5 это такая последовательность. Знаете, что будет, если я напишу вот так? Ни за что не догадаетесь. Вот. Обратите внимание, что он все-таки вставил туда начало, ноль. Range это такой объект. Типичный, ой, что это было? Это был control A. Нет, я не хочу control A. Range это такой объект. Типичный. Да? Он типа range object, я думаю. Класс range. Вот. У него есть next, как ни трудно догадаться. Нету. И вот сначала надо итератор сделать. Но он итерируемый. Это точно, потому что мы можем сделать из него итератор. Next у него нет, конечно. Вот. Он итерируемый. Соответственно, вы можете написать for... 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 Принцер. Вот. R. Понятное дело, что вы можете написать что-то типа R равняется range, допустим, от минус 10 до 20 с шагом 6. Пожалуйста. Да? И запустить этот цикл. Ну, в общем, вы меня поняли. Вот. Такой специальный объект. Самое интересное, что объект R еще и индексируемый. Вы можете написать R нулевое. R первое. Ну, понятно. Второе. Вот. Кстати, хороший пример. Последовательности, которая не хранится. Если мы напишем range от минус 100 500 до 100 500, что ж такое, не надо нажимать Ctrl A. Я на автомате нажимаю Ctrl A. Совершенно напрасно это делаю. Вот. То у нас не получится 200 тысяч объектов в памяти. У нас заведется объект типа range вот с таким диапазоном. Так вот, хороший пример объекта питона, который с одной стороны вычислимый. Это вычислимая последовательность. Он не хранится в памяти. Вот все эти элементы. А с другой стороны индексируемый. Почему бы нам не проиндексировать объект? Почему бы не сделать вот так? Вот. Про индексацию мы еще будем сегодня говорить. Ну, собственно, мы уже начали говорить про нее. Range object. Ладно, раз уж мы начали говорить про индексацию, давайте закончим. Значит, в принципе, очень многие объекты питона, например, списки, например, кортежи, например, строки, являются индексируемыми. Ну, допустим, сначала кортеж. С равняется раз, два, три, четыре, пять, в. Вот. Обратите внимание, что я не пишу скобочки там, где-то не обязательно. Вот. Вот у нас нулевой объект, нулевой элемент нашего кортежа. Ой, зачем это сделал? Вот у нас там третий. Ну, и пятый, да, например. Питон позволяет индексировать с обратной стороны. Вы можете написать минус первый. Довольно удобно, чтобы не вычислять длину и потом только, значит, мерить. Последний. Громче. А, тип C? Ну, кортеж. Почему бы нет? Ну, в смысле, это кортеж. Вот. Соответственно, если вы укажете, ну, там, минус три, то он будет третий с конца. Если вы укажете неверный индекс, возникнет исключение. Вот. То есть, фактически, вы можете пользоваться кортежами как массивами, просто ходить к ним по этому самому, по индексу. Написать вот так вот, например. For, i, in, range, от, len, от, c, print, ну, скажем, и, запятая, c, it. Открою вам секрет. В действительности, кортежи являются массивами. Точнее, не массивами, а таблицами. То есть, это массив, в котором хранится идентификатор объекта, а идентификатор объекта, собственно, ссылается на объект. Поскольку кортежи не модифицируемые, это константные объекты, ничего не стоит завести соответствующую таблицу в памяти, раскидать ссылки на соответствующие заведенные объекты и работать с ним как с массивом. По этой причине операция индексации очень дешевая в кортеже. Она как в массивах, да, она равняется константой. Сходить к соответствующему элементу, в смысле, к началу, домножить на размер ссылки, пойти по ссылке, принести вам объект. Такая же штука с строчками, только строчки и слегка более извращенный тип данных. Там элементами, результатом операции индексирования строки является строка. То есть, на самом деле, строка это последовательный символ, хранящийся в памяти, но когда вы обращаетесь к ней с операцией индексирования, то вы внезапно получаете… Что это будет? Какая буква будет? Да, Р, конечно. С, извините, тут было С, да? Ну, Р, конечно. Нулевой, первый, второй, третий. Р. Да. Нет. Давайте посмотрим. 7. Получается, когда вы писали range, он от 0 до 7 должен был пройти верно? Да. От 0 до 0 сколько штук всего? Один. А от 0 до единицы сколько? Ну, от 0 до 6, 7. Арифметика. Да, значит, range, так это, это в принципе… Спасибо, спасибо большое. Стоило на это сделать акцент. В принципе, это довольно такая сиршно-питоновская математика, которая состоит в том, что индексирование начинается с нуля, и поэтому индекс, являющийся длиной нашей последовательности, в этой последовательности не существует, да? Не существует элемента номер 7 в нашем кортеже C, потому что номер элемента от 0 до 6 включительный. Когда мы пишем range от 7, на самом деле это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так что спасибо большое за то, что напомнили. Все так. То есть это такой полу-полу-полуотрезок, с одной стороны включенный, с другой выколотый. Вот. Значит… От 0 до 7. Ну, разумеется, подвижается, что не включается, да. Вот. Значит, давайте посмотрим вот на этот цикл. Что мне в нем не нравится? То есть совершенно очевидно, мы прошлись по размеру нашего списка, получили результат, проиндексировали, получили содержимое, все хорошо. Мне не нравится использование, во-первых, индексирование вот здесь, как отдельной операции. И, во-вторых, явный вызов функции LEN для того, чтобы превратить проход по самому списку, ну, самому кортежу, в проход по range от него, от его длины. То есть мы воспользовались двумя такими преобразованиями всего лишь для того, чтобы выполнить вот эту операцию. Ну, извините, мы же могли сделать и по-другому. Мы могли пройтись по нашему кортежу C вот так, а счетчик, ну, как-нибудь вычислить. Понимаете, да? Пройтись по самому кортежу, выводить элемент кортежа, ну, а счетчик, ну, не знаю, присвоить нулю, а потом увеличивать. Почему бы нет? На самом деле есть способ интереснее и такой питонистее. Дело вот в чем. Если у вас ваша последовательность содержит под последовательности, то есть, например, кортеж содержит пары, да, допустим, что-нибудь такое C равняется не C. C, C равняется, там, 1, 2, 3, 4, 100, 500. То в таком цикле, в цикле FOR, вы можете использовать операцию распаковки. Вы можете написать FOR, A, Z, P, T, B, IN, C. Не, это всегда так было. Очень давно. Со второго питона, я думаю. Смотрите, в цикле FOR вы можете вот здесь вот так же, как в множественном связывании, указать несколько имен, которые будут связывать элементы вот этой последовательности, если эти элементы последовательности сами являются последовательностью в данном случае из двух элементов. Я, кстати, не уверен, есть ли там операция распаковки с плейсхолдером со звездочкой. Сейчас посмотрим. Я думаю, что нет. Есть. Ну, окей, понятно, да? То есть, если ваша последовательность окажется слишком длинной, вот сюда приедет, вот сюда приедет весь ее хвост. Точно так же, как распаковка с плейсхолдером, которая была чуть ли не на второй или на первой лекции. Ну вот, значит, так вот, смотрите, вот этой конструкцией мы можем воспользоваться для того, чтобы воспроизвести вот этот цикл и получить одновременно и элемент нашего списка, и его индекс, без превращения, прохождения списка в прохождение ренжи, и потом обратное индексирование. В этом нам поможет специальный объект, который называется enumerate. Enumerate, как нетрудно догадаться, это объект, который снабжает каждый элемент, передавая ему последовательности номером, и превращает в последовательность пар. Давайте попробуем. Сначала руками. E равняется enumerate. Вот, ну, да не знаю, там, раз, два, семь, восемь, девять. Вот. For, ну, не знаю, там, E равняется iter от E, сделаем из него итератор, и скажем E точка next. Next, вот E. Видите, да? Enumerate object, это последовательность, которая, проходя по которой итератор, мы получаем последовательность пар. Соответственно, мы можем написать вот этот цикл, давайте мы его скопируем еще раз, чтобы понятно было, что мы, что мы чем замещаем. Вот этот цикл можно представить в таком виде. For и, ну, там, не знаю, элемент in enumerate от C и print и запятая E. Че? Не на то нажал на что-то. И запятая E. О! Обратите внимание на то, что мы избавились от конструкции, мы вместо того, чтобы проходить по range, проходим по самому объекту, только обматываем его еще снаружи с помощью enumerate индексами. И у нас не выполняется операция индексирования в этом месте. Вот это более питонистый путь, он слегка лучше читается, и в некоторых случаях, например, когда операция индексирования довольно дорогая. В некоторых случаях он предпочтительнее. В чем разница между вот этим циклом и вот этим, по сути? Разница стоит в том, что здесь мы каждый раз вызываем операцию индексирования нашего объекта, а здесь мы понадеялись на то, что проход по итератору нашему объекту будет более дешево, чем индексирование, и мы проходим, собственно, enumerate top же проходит по нашему объекту итераторам, а мы только смотрим на эти элементы. Операция индексирования здесь не используется вообще. Может не использоваться. Вот. В случае, допустим, кортежа, это, в общем, без разницы. А вот в случае организованного вами класса, в котором пройтись по нему, например, по файлу достаточно легко, а вот индексирование по файлу будет означать перемещение туда-сюда. И вот первый цикл будет работать, условно говоря, дольше и неэффективнее, а второй быстрее. Заодно мы познакомились с новым типом данных под названием enumerate. так, напоминаю, возможно, мы об этом не говорили, поэтому напоминаю, что, помимо всего прочего, у нас есть операция in, которая тоже приводит к, в случае, по крайней мере, кортежа или, скажем, списка к циклическому обходу нашей последовательности. Если мы пишем что-то типа сто пятьсот in c, то фактически мы ходим по всей последовательности. Это фактически вызов алгоритм поиск первого. А если мы напишем что-нибудь типа тридцать-четыринца, то будет труп. Опять-таки, для строк ситуация немножко другая, но когда у нас будет разговор про строки, мы на эту тему поговорим отдельно, потому что со строками там in это поиск под строки в строке, и это немножко другая логика. Но обычные последовательности работают ровно так. In это просто поиск первого. Для кортежа, по крайней мере. Так, что там еще нам надо из этой темы? А, да. Получается, что когда мы говорим, что у нас в операции множественного связывания в правой части стоит последовательность, которая распаковывается, ну что-нибудь такого вида, да, bc равняется. В правой части может быть любая последовательность. Range. C. Unumerate. Итератор, который мы написали там когда-то давно, gc, да? SG. Вот. Помните? Simple generator. a, b, c, d равняется SG от 4. Да, давайте его найдем. Помните, там был еще цикл такой, while. Еще до цикла формы его придумали. Вот он. Он yielded нам просто 0, 1, 2, 3, 4. Такой дешевый пластиковая имитация Range. Да? И мы можем поставить в операцию множественного связывания в то место, где происходит распаковка, можем поставить любую последовательность. Вот, например, такую. Можем. Пожалуйста. Давайте попробуем. Здесь вот напишем enumerate от какой-нибудь последовательности из четырех элементов. Ну, скажем. Что хотите? А, ну давайте. Да, да, да. Вот так вот. Можем. Если последовательность итерируемой, ее можно использовать в операциях распаковки где бы то ни было. В передаче параметров функции, в операции связывания, в цикле форм, где хотите. Если есть последовательность, значит ее можно распаковать. Очень многие конструкции, как мы с вами увидели, поддерживают операцию с placeholder. Вы можете сделать вот так вот, вам вот так вот. И вам вот сюда вот приедет список, потому что все не поместилось. Но это уже сложная конструкция, как бы пользоваться ей в реальной жизни, ну я не знаю, когда надо. Такая, ну, такая, сильно питанистая. Окей. Как-то мы быстро сегодня. Прям быстро. Ну ладно, быстро так быстро. Переходим к еще более интересной теме, которая называется секционирование последовательности. Идея секционирования следующая. Вы можете брать из последовательности под последовательности. Например, вы можете писать так. Допустим, range, ну там, допустим, вот последовательность, секвенс равняется, тюбль. А у нас есть с какой-нибудь, да? Оно уже не готовое. Да давайте сделаем. Секвенс равняется тюбль от range, от, там, не знаю, 10 до 60, шагом 7. Мало? Нормально. Ну давайте с шагом 5. Нет, 5 плохой шаг. 6, да. Ну давайте, да. Значит, смотрите, вы можете взять под последовательность от последовательности. Для этого надо использовать всю ту же операцию квадратные скобки, только другой синтаксис. Например, от первой до третьего элемента. Догадайтесь, что какие, из каких, из скольки каких чисел будет состоять эта под последовательность. Да, вот, вот люди знали. 16 и 22. Неправильно. А, потому что это а, извините. Надо было S сказать, да? Что-то я торможу. 16 и 22. Конечно. Почему? От первого до третьего элемента не включая третий. Значит, нулевой пропускаем, первый это 16, второй 22, третий не включаем. В отличие от операции индексирования, операция секционирования может быть, может включать индексы, которые на самом деле не существуют. От первого, условно говоря, до последнего. ошибки не будет ни в каком случае. Просто если, например, индексы у вас перепутаны, да, например, не знаю, там от пятого до первого, то результат секционирования, ну, пустой кортеж, вот и все, пустая подпоследовательность. Если индексы у вас выходят за границы, например, вот как в предыдущих примерах, то результат секционирования пустая последовательность. Вот и все. В отличие от индексирования, которое вам скажут, что такой элемента нет. Вот. Значит, секцию можно брать с шагом от второго, от второго, ну, скажем, до восьмого, только это в две точки, да, спасибо, до восьмого шагом два. Второй, четвертый, шестой. Восьмой не включается. Вот. Любой из этих элементов может быть отрицательным, ну, скажем, от второго до минус второго с шагом три. Второй. Этот. А минус второй это вот этот, и поэтому он тоже, вот этот минус второй. Поэтому он не... если они в разных... как бы, если... То будет пустой. Вот и все. Сам шаг может быть отрицательным. Допустим, от 12-го, ну, 13-го, не важно, до третьего с шагом минус три. Ну, 13-го не существует, да, у нас он всего девять элементов. Значит, восьмой вот этот. А третий уже... А, третий не включается, а второй тем более не включается. Так что 58-40. Вот. Ну, естественно, здесь тоже могут отрицательные числа быть. Я... Ну, ладно, поверь, не будем верить мне на слово. Давайте я это сделаю, да. Вот. Туда-сюда что угодно можно делать с помощью операции секционирования. Более того, операция секционирования поддерживает умолчание. Мы можем написать вот так. Как бы отсюда и до обеда. От третьего до конца. Ну, или наоборот. От начала до минус минус третьего. Вот. Видите? Ну, и, наконец, можем написать вообще чудовищную вещь. Да, сначала до конца. Как вы думаете, чем отличается вот этот объект от вот этого объекта? Смотрите. Это один и тот же объект, естественно, да. Имена S и имена SS указывают на один и тот же объект. А вот если мы напишем вот так, ой. Питон решил закэшировать. Это вам не список. Вот список был бы другой. А Питон решил, сказал, что это вообще-то один и тот же объект. Какая разница? В памяти в самом константный. Извините. Так бывает. Простите, пожалуйста. Вот. Ну да ладно. Значит, тогда ничем. Но, в принципе, вот эта операция, это операция неглубокого копирования. Просто для константных объектов она смысла не имеет. Все равно мы этот объект изменить не можем. Ну, если мы ее не можем изменить, зачем нам еще один объект в памяти заводить, все равно он такой. Вот со списками было бы по-другому, но списки у нас не сегодня. Хорошо. Значит, секционирование. Давайте, что ли, заглянем под капот всей этой идеи. Я уже говорил, что участие объекта в цикле for зависит от того, можно ли из него сделать итератор. Если итератор сделать можно, все, можно вставлять for, все хорошо. Я уже говорил, по крайней мере, намекал, что на самом деле в питоне существуют только методы объектов, а никаких операций вот таких нету, это всего лишь синтаксический саг. Так вот, операция секционирования и операция индексирования на самом деле это один и тот же метод, который называется getEtit. Давайте посмотрим наш объект, допустим, в S. Вот он. То есть, если мы напишем что-то вроде S.getEtit только два подчеркивания, естественно. Да что ж такое? Два подчеркивания, getEtit. Ну, допустим, третье. То это совершенно то же самое, что S3. Ну, в общем, тут я думаю, что никаких тех самых особых вопросов не возникает. Да, мы просто вот так писать не очень красиво, а так писать красиво. Вот и все. А разницы нет. Но, как это обычно вводится в питоне, синтактический сахар типа операций, он чуть более крутой, чем прямой вызов методов. Например, в случае, когда мы пишем вот так вот, вызывается тот же самый getEtit, но ему в качестве параметра передается довольно забавный объект. Этот объект называется slice. Значит, смотрите. Ссылы равняется slice от 1 до 4. Не, через запятую. Ссылы. Кстати сказать, и range object, и slice object могут быть откуда угодно докуда угодно. Я забыл сказать, что, например, вы можете написать R равняется range, R равняется range, R равняется range, вот там. Это будет вполне валидный range object, просто он будет пустой. При попытке его пройти циклом, естественно, он немедленно вывалится. Ну и со slice такая же история. Вы можете написать какой угодно слайс, ну, например, там, не знаю, от до 5 с шагом 67. Это будет нормальный slice object. Просто при попытке использовать его в операции секционирования ничего хорошего не произойдет, потому что он пустой. Давайте лучше нормальный сделаем. SL равняется slice, допустим, от 1 до 5. И если мы скажем, что там у нас c.geteitim, да, geteitim от SL а, не c, s, да, у нас s длинненький, о, то это то же самое, что написать вот так. Вообще одно и то же. Non это шаг, то самое умолчание. Соответственно, если мы пишем, ну, и дальше, дальше картина понятная. Мы просто вызываем метод, метод geteitim, которому мы передаем либо число, либо slice object. Slice object конструируется вот таким вот образом. Мы его можем конструировать вручную, но зачем? Когда у нас есть прекрасная конструкция через двоеточие, вот смотрите, давайте мы сделаем, где у нас? Slice от 1 до 5 с шагом 2, только не до 5, а до 15, с шагом 3, да? и сделаем что-то типа S. А, кстати, можно вот так делать? Можно и так. Все совершенно эквивалентная операция. Прям вообще. Вот. Здесь мы, ну, опять-таки, вот это, это, это как это работает под капотом, да? В действительности, опять-таки, в питоне довольно мало чудесного. У нас есть единственный метод geteitim, которому передается разные объекты, в зависимости от типа этих объектов этот метод работает по-разному. Вот и все. Когда вы будете реализовать свой собственный объект, вы можете сделать то же самое. Реализуете метод geteitim, проверите, что вам приехало, целое число, слайс обжим, и в зависимости от этого что-нибудь такое сделаете, там, что-нибудь такое вернете. Вот. Не более того. Здесь мы приходим к еще к довольно интересной штуке. Помните, я говорил, что в питоне есть языковые конструкции, которые не поддерживаются ни одним стандартным объектом питона, зато поддерживаются, ну, например, какими-нибудь внешними модулями. Кажется, операция математического умножения лягушка не поддерживается ни одним из стандартных объектов питания. Матричное умножение, матмул, вот такая. Оператор есть, но стандартные объекты его не поддерживают. Потому что есть там, допустим, модуль Ray, модуль этот самый numpy, в котором есть вектора и массивы, вот там эта операция поддерживается. А стандартные объекты именит. То же самое со слайсингом. Смотрите, помните, я говорил, что есть такой забавная штука, три точки, так называемый ellipsis object. Вот. Вы можете написать, вот такую операцию вызвать, допустим, S, тут три точки. Проблема в том, что у нас тюпл не умеет обрабатывать эти ellipsis. Но в операции индексирования они участвовать могут, о чем нам явно говорит, о чем явно говорит тип ошибки. Вот если вы тут напишите какую-нибудь ерунду, то будет синтаксическая ошибка. А тут он нам передал этот ellipsis object. Зачем это бывает нужно? По-моему, это нужно для того, чтобы взять и многомерный массив, обрезать по размерности. Сейчас я посмотрю, у меня есть шпаргалка, извините, я слазю шпаргалку. Вот. Тут вот это должно быть. По-моему, вот тут это должно быть. Во! Вот это пример. Ничего не видно? А я сейчас в консольке это все сделаю. Я просто подгляжу и сделаю в консольке. В этой консольке видно, вот, 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 вот в этой. Вот в этой. Сейчас по гробу по пошившую сделаю. Значит, смотрите. Импорт. Нумпы. Че? Опаньки! Не стоит нумпы. Не сделаю. Сделаю в следующий раз тогда, извините. А, и слушайте, дайте поставим. Время-то есть? Еще 15 минут. Извините. Я не думал, что я до этого сегодня доберусь. Оказывается, добрался. Поэтому не проверял, есть ли это или нет. Ну вот, починили. Заработало? Смотрите, давайте создадим какой-нибудь массивчик. Вот, значит, numpli – это очень мощный пакет для обработки математических операций в питоне, связанных с матрицами и черт знает чем. Это очень мощная штука. Причем это такая базовая, очень мощная штука. На самом деле под питон есть куча всякого еще более навороченного. Это одна из самых популярных, скажем так. Ну давайте создадим что-нибудь типа массивчик такой. a равняется numpli точкой array. И здесь такой прям список списков напишем. Значит, это все такое забегание вперед. Понятно, что мы этого всего еще не проходили. Я просто хочу продемонстрировать, как работает операция индексирования, если передать вот этот самый ellipsis object. 8, 9. В такую матрицу задаю, как вы догадались, да? 3 на 4. 10, 11, 12. Ну вот, кстати, не умеют умножать. А, вот если она была 4 на 4, то она умножилась. Ладно, давайте по очереди. Значит, a ellipsis, ,3. Index 3 out of bounds. Чего? А, ну да. a ellipsis, ,2. О, 3, 6, 9, 12. Видите, что это? Это столбец номер 2. Это столбец номер 1. А это строка номер 1. А это подматрица, которая начинается со строки номер 1. Вот ни один из стандартных питомских объектов, такие штуки не обрабатывают. А здесь вот, пожалуйста. А это перевернутая матрица, которая начинается... Что там? 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. А, кусок матрицы, да? Нулевой и первый столбец. Ну вот, давайте, кстати, изготовим две матрицы. b равняется a. Сейчас скажу. Нам что нужно? Нам нужно нижнюю строчку отрезать, да? Это мы верхнюю отрежем. А если нижнюю, это будет a, две точки минус 1, вот так. Вот теперь их можно будет умножить. b матрично умножить на c. Ты дышь. Операция матричного умножения заработала. Опять-таки, для стандартных объектов питона такая штука не проходит, потому что они не умеют. А вот numpere, например, умеет. И ваш объект, который вы будете создавать, тоже будет уметь, если вы реализуете соответствующий метод. Вот мы внезапно вылезли в такую забавную тему, как операция. Да, и все это все равно, все равно обычный get-item. Просто более хитрый, который умеет обрабатывать всякие штуки. Например, ему приехал, вот здесь приехал slice-object, а вот здесь приехал ellipsis-object. И он на эту тему подумал и решил, что он может произвести такое секционирование и сделал под матриц. Вот. Такие дела. Это была подсказка из прошлого года. Внезапно на сегодня все. Мне кажется, и без того было довольно много. Давайте мы пробежимся глазками, посмотрим, чего было непонятно. Да вроде бы все было понятно. По крайней мере, в домашних заданиях на это не будет особого упора. Давайте посмотрим на домашние задания, раз уж время позволяет. Значит, это домашнее задание на написание функции. Напоминаю, что написание функции – это написать функцию, которая вызывается вот так. Вот. То есть вы должны вот эту функцию реализовать. А с правильными данными ее вызовет моя тестовая программа. Такое домашнее задание уже было. Вот. Здесь ничего интересного. Нам нужно просто посчитать количество кратных в каждом и вернуть true или false, если первым больше или в первым меньше. Что касается ближайшего простого числа, то обратите внимание на вот это число. Не сделайте свой цикл по всему вот этому. Он не закончится вовремя. Во всем остальном это очень простая задача. Вы просто берете и как бы подбираете ближайшее простое число. Любимая моя задача для младших школьников – называемый второй максимум. Надо всего лишь вывести число, которое меньше максимума в… Наибольшее число, которое меньше максимума в вводенной последовательности. А если такого нету, то есть все одинаково, вывести нол. Смотрите, не перехитрите сами себя. Главное свойство, главный подвох этой задачи в том, что у меня нет никакого подвоха. Просто аккуратно реализуете алгоритмы, все будет. Проверьте, например, ситуацию, когда это второй максимум стоит в начале, стоит в конце. Ну вот такие вещи. И единственная задачка, над которой немножко стоит подумать, это задачка, которая вот так называется, без трех единиц. Формировка очень простая. Нужно посчитать количество последовательностей из нулей единиц длины n, в которой не встречается три единицы подряд. Не встречается. Это можно сделать различным способом. Здесь предлагается метод линейного программирования. Если вы сходите по ссылочке, там будет доступно чуть более подробное объяснение и описание алгоритма для тех, кто не придумал, как этот алгоритм реализовывается. Короткое описание. Опять-таки, есть возникнут какие-то вопросы, задавайте. Ну что, вот теперь, пожалуй, я сказал все, что хотел. Давайте сначала задавать вопросы, потому что я чувствую, что сегодня был довольно плотно и не все было понятно до конца. Если есть вопросы, задавайте. Глобально, слайс это у нас... Именно функция слайса. Амик слайс это именно что такое. Еще раз. Слайс это такой объект. Да. Просто объект, слайс обжиг. Вы можете использовать как хотите, да? Но в стандартном питоне, да, он используется для того, чтобы его переслать гитайтам, чтобы гитайтам понял, о чем речь. Более того, когда вы делаете вот так, собственно, создается слайс обжиг и пересылается метод гитайтам объекта А. Еще вопросы? Ну, тогда всем спасибо. В следующий раз у нас, я так думаю, списки. И, собственно, на этом мы как бы алгоритмически полную картину заканчиваем.